Девятилетний дочерь А когда друг уснул, то хозяин квартиры обнаружил в его телефоне запрещенное видео, главной героиней которого стала 9-летняя дочь Вячеслава 25 августа именно в этом доме Вячеслав узнал о том, что его друг Олег совершал насистные действия сексуального характера в отношении его дочери, в результате чего между друзьями произошел конфликт Соседи Вячеслава по этажу люди пожилого возраста, многие из них инвалиды, в тот день никто из них ничего не видел и не слышал Не, не знаю, может дома не было, может заснул, мне что-то моя говорила, что-то ругает, а что-то не знает Я вот с правнуком вожусь, я вот с Калининграда мне с НХ позвонил, я и не знал даже Я хочу сказать, правильно он сделал, раз он вступил так с дочерью с ее Местные жители знали Вячеслава как человека веселого, любящего выпить Появлялся на улице не часто, его жена Наталья еще до замужества работала продавцом в магазине, который расположился в соседнем доме Она спокойная, обычная девчонка, хорошая девчонка, поэтому мне ее жалко, вот если честно, очень жалко Потому что, ну, в любом случае, наверное, какой-то срок дадут, и ей с этим жить, и воспитывать детей, конечно, тяжело Олег проживал всего в 7 минутах ходьбы от дома Вячеслава в двухкомнатной квартире вместе с родителями Соседи дают ему вполне нейтральную характеристику Вроде пьяным замечен не был, да и к детям на детской площадке не приставал Обычный человек без особых амбиций В школе ничем себя не проявлял, особенно так вот, чтобы его что-то о нем говорить, не могу ничего сказать А так общаться после школы не общался Пройдет, поздоровается, здрасте, скажет Всегда, не так вот, прошел и мимо не сказал, здрасте, здрасте говорил всегда В ходе конфликта, который разгорелся между приятелями 25 августа, Вячеслав сильно избил друга Когда дело дошло до ножа, ребят вовремя успел растащить знакомый Олег скрылся, а вот телефон в суматохе обстоятельств оставил на столе в чужой квартире Чуть позже в нем обнаружили еще одно видео, на котором мужчина совершает действия сексуального характера с дочерью своей бывшей сожительницы Родители пострадавших детей подали заявление в полицию Олега объявили в розыск, но Вячеслав нашел его первым Именно в этом лесу между поселком Прибрежный и Вентай нашли тело Олега 2 сентября сам Вячеслав пришел к сотрудникам полиции и указал им место, где находится его друг Тело погибшего было обнаружено в лесополосе, что указывает на возможную попытку его сокрытия Поскольку при осмотре тела мужчины были установлены признаки, указывающие на возможный криминальный характер его смерти В соответствии с действующим законодательством возбуждено уголовное дело, которое квалифицировано по части 1 ст. 105 Уголовного кодекса Российской Федерации Убийство История, которая произошла в маленьком поселке городского типа, уже прогремела на всю Россию После произошедшего многие жители Прибрежного стали на сторону подозреваемого в убийстве и собирают пожертвования для того, чтобы нанять Вячеслава адвоката В данный момент отец 9-летней девочки находится под домашним арестом Никита Колосов, Николай Сидоров, События